КИКБОКСИНГ 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 Не отобрал победу у фаворита, намекая как раз на тот самый поединок с Гуллиолом. И сегодня постараюсь сделать это еще раз. Но в первом раунде видим мы, что Прохоров не тушуется. И несколько очень неприятных отдак Прохоров до своего соперника донес. Это было и в начале раунда. И вот в предыдущем эпизоде видели бы, как Прохоров высек Дмитрия Симисова, заставив того оказаться в лежачем положении. Не форсирует событие Симиса. Вот залетает у справа колена. Но здесь, конечно, слишком явно это было. Прочитал атаку соперника Прохоров. А здесь вот натыкается на руку Дмитрия Симисова. Пытается Симисов развить успех. Пробил сначала хайчить, потом выбраться в рот. Хорошие ноги у Симисова. Это мы уже с вами отмечали. Умеет он заретить и с дальней ноги, и с передней проверить крепость корпуса своего визави. И все, первый раунд завершен. Но здесь, по-моему, тот случай, когда коса нашла на камень. Очень тяжело предсказать победителям, потому что свои позы явно были и у Сергея Прохорова, и у Дмитрия Симисова. Ты почему отдельно ногу бросаешься? Он начинает по канатам шариться от тебя. Ты почему не бегаешь? Что-то ему углы-то режет. Углы срезал, туда раз, покажи, потом лоу. Показал, а потом печень ногой пробивает. Слышишь меня? Серег, Серег. Клинч, что-то, работай с ним, клинч, не стесняйся. Что-то, заходишь и держишь его сам. Он же не тащит боксер. Клинч, что-то, клинч, он работает сам. Сейчас шикарная накрутка в углу Максима Саранчина и Алексея Кустова, секундантов Сергея Прохорова. Кустов сказал Прохорову, он же не тащит боксер, больше клинча. Но здесь не поспоришь, Цибисов действительно единственный участник этой четверки, кто является вывезти на скейпбоксинге. Ну, а Максим Саранчин требовал, чтобы Сергей Прохоров больше отрезал углы, когда Цибисов начинает пятиться. Больше работал лоу-кинками и больше бил ногами по корпусу. В общем, все советы очень дельные, но он сумеет для Сергея Прохоров все это воплотить в жизнь, потому что Дмитрий Цибисов привык наращивать темп доходу боя. Первый раунд, прямо скажем, не самый выдающийся был у Дзержинского бойца. И начиная с второй трехминутки, надо включаться Дмитрию Цибисову. Сейчас снова пытается Сергей Прохоров с первых сегментов захватить преимущество. Пытался он пробить печень, чтобы получился у него длинный удар с левой руки. И здорово здесь подхватил атаку Сергея Прохоров. Нослицами прием Дмитрий Цибисов. Ну, пока фаворитизм Цибисова, который многие рассуждали, в ринге не заметен. Сергей Прохоров держится очень классно. Сейчас затяжная атака от Дмитрия Цибисова. Но Прохоров подхватывает самый здесь через корпус. Заходит он в контратаку. Здорово пробил Сергей Прохоров с передней руки в область солнечного сплетения. Потом добавил ногами. Хороший медонки от Дмитрия Цибисова. Та самая правая нога, которая сейчас врезается во внутреннюю поверхность бедра Сергея Прохорова. Крайне неприятные удары. Все те, кто их пропускал, точно знают, что это очень болезненно. И уже начал пятиться Сергей Прохоров. Ну, вроде бы ровно дышит Сергей. Нельзя сказать, что он устал. Но начинает набирать обороты Дмитрия Цибисова. Он физически готов очень хорошо. Что видно по его мускулатуре. Тут не грамма лишнего веса. Одни только мышцы и жилы. Выносливый парень, который умеет прибавлять по ходу поединку. Что мы с вами в том числе этот турнир Камерат-Файк уже неоднократно видели. И, кстати, арена Юзумрудного для Цибисова хорошо известна в январе этого года. Он здесь открыл счет своим победам на Эмират-Файк. Да, срочно победил Максима Дементьева. Бойца из кстовок. Атакует Дмитрий Цибисов. Заходит с двойки. Сразу клич. Тот самый клич, который секундант и Прохорова призывали Сергея как можно больше идти. Встречал Сергей Прохоров ломки к соперникам передней рукой. Какая классическая контратака. Ну, большие паузы берет Дмитрий Цибисов. И так много он ударов высыпает. Дает возможность Сергею Прохорову поработать самому. И хорошая атака в кличе от Прохорова. Но вырывается из него Дмитрий Цибисов. И тут же запускает правую ногу. Уходит над хайкиними соперниками Сергей Прохоров. Достаточно легко он это делает. По крайней мере, внешне. Конечно, внешне все смотрится легко. Но на самом деле в ринге ничего легкого нет. И вот те сверхзвыковые скорости, на которых летают бойцы, это показатель тяжелейшей проделывания перед этим поединком работы. Завершен раунд фото номером два. Поприветствовали бойцы друг друга. Разошлись по углам. Мы слушаем секундантов. Сережа, второй раунд. Слышь меня? Понял? Внимательнее. Он летит когда-то, ты встречай его. Сайдстеп делай в сторону. Он же пролетает, это же видно, когда он собирается это делать. Ты сайдстеп делай в сторону. И работай лоу, правый. Слышь по левой его ноге. Он слишком шарфой спорит. Понял меня? Давай. Максим Заранчин напомнил Сергею Прохорову, что впереди раунд подобрал три. Заключительный раунд этого боя. И попросил Сергея Прохорова больше работать лоу-киком по левой ноге. По передней ноге Дмитрия Цибисова. По мнению Максима Заранчинова, Цибисов стоит слишком широко. Но вот, к сожалению, мы не слышали толком Олимова Убиева. Очень тихо рассказывал своему бойцу секунданту Дмитрия Цибисова, что нужно делать. Возможно, Олимова Убиева опасается, что в прямом эфире как-то могут сообщить секунданту Сергея Прохорова. Что там напрягу он более-менее для Убиева Цибисова. Правый хайкик от Дмитрия Цибисова, но готов к этому был Сергей Прохоров. Тоже попытался он контратаковать. И вот тот самый лоу-кик, правда не по передней, а по дальней ноге. Отвечает своим лоу Дмитрий Цибисов. И тут вертушка от Цибисовой. Вроде бы медленно, вроде бы он должен был видеть ее Сергей Прохоров. Но уйти от этого удара он не успел. Принял на блок. Но снова пытается занять центр ритка Дмитрий Цибисов. Но очень долго он начинает свои атаки. И, кстати, секунданты Сергея Прохорова говорили ему о том, что видно, когда Цибисов пытается атаковать. И просили Сергея Прохорова больше смещаться на сайдстепе. Входить от этих ударов либо влево, либо вправо. И тут же подкладываясь контратаками своими, желательно начинать их с лоу-киком. Какая настоящая азбука. Азбука боя от Максима Саранчина была в перерыве перед третьим раундом. И сейчас проваливается Сергей Прохоров в своей атаке. Но здорово он здесь выстрелил колено навстречу Цибисову. Он не позволил к тому подойти. Но защит мощи Цибисов все-таки продавливает Сергея Прохорова. Но сажать в углу бойца из нижнего момента Цибисова не вышло. А здесь хорошая тройка. Твойка на руках и тут же Хайки без под руки. Влетает, правда, по защите Сергею Прохорову. Но есть такое ощущение, что в этом поединке мы с вами можем увидеть и экстра раунд. Снова поддавливает Цибисов в Прохорова. Но без ударов здесь торнадо. Но тоже, как уж слишком заметно, Прохорова не получает. И смотрите, что делает Цибисов. Приехав в самое локово Муайта, и Цибисов тут пытается навязать клинч. Профитом он дай боксеру. Вот это надвис, конечно, от Дзержинского бойца. Но он чина сказал, что он единственный кикер на этом турнире. И раз уж он сюда приехал, конечно, он собирается собрать кусок рудных губок в себе и увести его в родной Дзержинский. Вытыкается на удар Сергея Прохорова, Дмитрий Цибисов. Но как будто бы не замечает. Его продолжает беречь вперед так низко. Наклонена глава Цибисова из подловья. Очень недобро смотрит он на Прохорова. Зажимает того в ринге. По всем этажам сейчас работал Цибисов. Прохорова пытается сконтрить, пытается встретить соперника с передней руки. И все. Раунд по номерам три завершен. У нас с вами сегодня есть решение. И, возможно, возможно, экстра раунд. Смотрим хайлайки третьего раунда, который, пожалуй, получился замолсодержим. Мы с вами, друзья, опытные ценители единоборств. Поэтому предсказали, что экстра раунд будет практически безошибочно. И вот прелестная белокура и рингеол с табличкой 4 знаменует нам то, что экстра раунд будет назначен. Экстра раунд во втором полуфинальном поединке турнира Эмеральд Бойкам. Напомню, что один финалист уже известен. И стал Данила Квач из Белоруссии, который превзошел Никиту Чернова. А вот кто станет соперником в начале, мы сейчас узнаем. Либо Сергей Прохоров, либо Дмитрий Цибисов. Цибисов уже на ногах, он рвется в бой. Словно бойцовский пес, он тут не мог найти себе места в углу. А вот Сергей Прохоров весь раунд сидел на табуреточке, внимательно слушал подсказки от Максима Саранчина, Алексея Кустова. И все, экстра раунд. Три минуты, и мы с вами узнаем имя второго финалиста Эмиральд Бойкам. Напомню, что Дмитрий Цибисов в черных перчатках и зеленых коленостопах. Сергей Прохоров в белом перчатке. Сейчас он подхватывает ногу соперника и тут же вышибает на портную ногу у Дмитрия Цибисова. Первый эпизод, как страунд, остается за ежегородцем Сергеем Прохорова. Сейчас кружит вокруг своего соперника Дмитрий Цибисов. Но он в то же время пока не атакует. Пытается раздергать Дмитрий Цибисов Сергея Прохорова. Концов третьего раунда Цибисов прибавил и несколько хороших серий провел, но не сумел потрясти Сергея Прохорова внимательно. Да, Сергей все удары соперника принимал на бок. Хорошая здесь правая рука полетает от Цибисова. И тут же бэк-кик. И это нокдаун. Очень четко, очень точно выбросил бэк-кик Дмитрий Цибисов. Тайминг был просто идеальный. И, похоже, удар пришелся в область печени Сергея Прохорова. Он не готов продолжать. Вот это да! Вот это настоящий укус. Укус черной мамбы продемонстрировал нам Дмитрий Цибисов. Вышел на моменты бэк-кика. И разящим ударом отправил своего соперника в нокаут. Шикарный эпизод. И Дмитрий Цибисов отправляется в прямиком финал турнира Эмирак Файтгап. Вот это развязка, друзья. Ради этого стоило посмотреть экстра раунд. Ну а теперь слово нашему бессменному ринг-ганонсеру Михаилу Маркову, который сегодня, как всегда, очень стильный. Еще и с Аллой Бабочкой. Он озвучит нам официальный вердикт этого боя. Дмитрий Цибисов. Вот пока есть у нас небольшая пауза. Я вам напомню, что сейчас мы с вами, вот после этого поединка, начнем смотреть галло-финалы Кубка России по дайскому боксу. Тут у нас с вами сразу четыре галло-финальных поединка. И начнется это зрелище с супер-тяжелой весовой категории 91 килограмм плюс, в котором сойдутся две звезды. Промога Шамбирак Файтгап. Дмитрий Малов и Артур Белов, два нижегородца, которые в воле у спортивного жребия и в своих спортивных заслуг сегодня оспорят Кубок России. Дмитрий Малов и Артур Белов.